Итак, наше мероприятие продолжается, и сегодня с нами прекрасная леди. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Узгаджамал Турстанбаева. Скажите, пожалуйста, я видела, что вы сегодня среди выступающих, среди конкурсантов. А с какой песней вы сегодня выступали? Я выступала песней харизмской, это национально-народная песня. Ваха-Ваха называется, это, знаете, что обозначает на переводе, как будто любимая уходит, да, а как его, девушка поет, чтобы такую, да, любимую такую песню, что ты от меня ушел, говорит, сколько я тебя умоляю, ты не приходишь. Ну, на мою, говорит, как его, жених, да, ну, жених, обидится девушка, ну, он поет, ласковые слова, говорит, вот про эту песню, ну, обиженный жених, считается так. Вы очень замечательно сегодня выступили, очень красиво. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на предстоящий год? Предстоящий год у меня планы очень много, я хочу ставить, как его, концерт свой, сольный. Первого марта я делала концерт, благотворительный концерт, который для инвалидных девушек, для, как его, малообеспечения, как его, семью. И, конечно, я им помогала, сколько могла им делала, ну, да, так благотворительно. Все концерт, который я ставила, концерт, все эти билеты на благотворительный ушли, я всем раздала. И сколько могла, помогла, которая им, одна девушка есть, у нас ее зовут Фатима, она очень болела. Я когда поехала Дедом Морозом, Снегурочкой была в прошлом году, и поехали к ним домой, она в одном кресле сидит. Она так мечтала, чтобы Дед Мороз к ним приезжали, приходили. Я, один мой знакомый, говорит, вот, вот мечта у него. После Нового года мы ходили, ну, она очень ждала Деда Мороза. Я говорю, давайте я тоже с вами пойду, как Снегурочка. И вот вместе ходили, Снегурочка, она так обрадовалась. У нее потом, она сказала, у меня мечта, как там, красное платье, там, какую-то шкатулочку, короче. И чтобы у меня, я, чтобы ходила, бегала, танцевала. Так, я, знаете, так, мне душа была плоха, так, и так я плакала, да. И она, ну, у меня планы были, концерт, а потом мой концерт превратилась на благотворительный концерт. Я оставила там, они тоже их пригласили. Ну, у нее очень здесь, вот, в ресторане звездопаде делали. И гости много-много, как его, приносили игрушки, подарки. Она очень обрадовалась, она очень рада. И в жизни у нее появилось, что она чувствует, что я не инвалидка, а кому-то нужна, да. И мама тоже обрадовалась, и братишки, все. Вы знаете, это действительно очень добрый жест с вашей стороны, что таким детям, в принципе, людям нужно действительно чувствовать, что они нужны. И самое главное, что вы сеете вот такое добро в мир. Это очень здорово. Спасибо вам большое. Скажите, что бы вы пожелали нашим телезрителям в следующем году? В прошлом году, в этом году очень тяжело, конечно, для всех, для весь мир, конечно, тяжело было. Я хочу в этом году, чтобы все было хорошо, все ушло в прошлом, и все жили дружно, и чтобы никто не болел, вот эти, какие-то вирусы, все эти, чтобы ушли на прошлом. А в этом году, чтобы у всех было в семье, самое главное, здоровье, счастье и удачи, конечно. И в нашем стране был, как его, мир. Да, и чтобы все мы дружили, и жили весело и радостно. С Новым годом вас! Спасибо большое. Мы тоже вас поздравляем с наступающим, и желаем вам всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое.